Приветствую, дорогие зрители, вас на канале Хрустальная Мозаика и предлагаю сегодня прогуляться со мной. Наконец-то я сюда выбралась. Очень интересное место, своеобразный такой полуостров, который выдается в реку Казанка. И сейчас на противоположной стороне мы видим центр города. Вот тут вот главные достопримечательности. Все можно очень хорошо увидеть с этого берега, с противоположного получается. Но на них я заострять внимания сегодня не буду, потому что у нас на повестке дня не менее интересное здание. Мой те, кто хотя бы один раз был в городе Казань, и тем более мои земляки уже догадались, о чем пойдет речь. Вот тут, кстати, можно прокатиться по реке. А речь у нас пойдет вот об этом уникальном в своем роде здании. Не только о нем, но и о скульптурах, которые его окружают. Но это в первой части видео. А потом у нас еще довольно-таки насыщенная программа нам предстоит. Поэтому не переключайтесь. Я постараюсь, чтобы вам было интересно. Итак, моего центра семьи Казан. Так официально называется здание и учреждение, которое в нем расположено. Как-то в беседах со зрительницами канала. Мы его обсуждали. И я обещала прийти сюда поснимать. Вот выполняю, получается, свое обещание. Побываем сегодня с вами внутри. Я покажу вам зал для торжеств. Здание абсолютно символично, начиная вот с такой его необычной формы и заканчивая множеством деталей. Бурятский архитектор довольно оригинально справился с поставленной перед ним задачей. Когда в процессе строительства облик здания уже можно было вот таким вот увидеть, как мы сейчас его видим, было множество негативных отзывов в его сторону. Я помню свои впечатления, когда увидела чашу впервые. Кстати, чаша это не официальное название, так мы казанцы, да и гости нашего города сейчас уже называют это здание. Так вот, тогда я пребывала, мы проезжали мимо, и я пребывала в каком-то просто изумлении. И у меня был единственный вопрос, что это такое? Но это явно не был негатив, это было любопытство. Но на сегодняшний день город без чаши уже невозможно себе представить, помимо того, что это достопримечательность, это еще и главный дворец бракосочетаний. То есть здесь рождаются новые семьи и немножечко поговорим с вами об архитектуре этого здания. Мы видим казан, казан это традиционный литой котел для приготовления пищи и находится он над пылающим огнем. То есть тут воплощен образ домашнего очага и посмотрите, вот эти вот арки заостренные кверху символизируют языки пламени. Ну и собственно сам котел, вот еще раз вам его показываю, где проходит орнамент, тоже необычный, упомяну об этом дальше. Там окна залов для торжеств, а выше смотровая площадка, тоже с вами туда сегодня поднимемся. Обычная для этого места картина и согласитесь, это же так прекрасно, свадебная фотосессия на фоне заката. Пусть молодые будут счастливы. Итак, казан как символ домашнего очага, тепла, уюта и есть у него хранители. Крылатый барс это символ республики Татарстана, воплощающий в себе всю мощь татарского народа. Он изображен на гербе республики. Скульптурная композиция из двух крылатых барсов, он и она охраняют чашу со стороны реки. Это семейная пара, где он воплощает силу и защиту, а она оберегающая потомство. Для татарского народа животное является священным, еще во времена Волжской Булгарии использовался этот символ и одно из племен носило имя Барсил. А изображение животного с крыльями означает приближение его к небу и к счастью. Скульптуру она мы видим с потомством и существует по вере, если потереть хвост. Одного из детенышей исполнится желание. На противоположной стороне чаши расположена вторая пара, семья Зелантов. Композиции называются Хранители и Хранительница. Они призваны охранять созданные тут семьи от невзгод и ненастей. Зеланд – это крылатый змей, один из главных персонажей татарской мифологии. Он имеет длинный хвост, птичьи ноги, раскрытый рот и корону на голове. Если услышите, что его называют Дракон, ошибкой это не будет. По существующей легенде, для того, чтобы остаться в этих местах, змей идет на сделку с человеком и становится хранителем города. Поэтому Зеланд, или вам, чтобы проще было запомнить, Дракон – главный символ города Казань. Его изображение можно встретить во многих архитектурных формах. Причем, как самостоятельная единица, так и составляющая орнаментов, что мы как раз на чаше с вами и увидели. Ну и, конечно же, герб города украшает изображение этого мифологического животного. Кстати, впервые на гербе города Зеланд появляется во времена Екатерины II, именно она утверждает его. Не все так просто, дорогие зрители, для того, чтобы попасть на смотровую площадку. Нужно подняться на девятый этаж и еще платить свое посещение стоимость 200 рублей. Сейчас я немножко отдышусь и пойдем дальше. Вот такой вот резкий переход, дорогие зрители. Но я думаю, что идея создания этого места из моего рассказа вам стала уже понятна. Подниматься нужно пешком, если это делать не как я, а с чувством, с толком. С расстановкой можно найти для себя кое-что интересное, новое. Вот, например, сравнить орнаменты народов Паворского региона. Тут надо отдать должное местным маркетологам, а не кассу, где нужно оплатить свое посещение, расположили не на первом этаже, а уже при выходе на площадку. Тут же можно взять стаканчик кофе и какую-нибудь вкусняшку для того, чтобы восполнить потерянные калории. Это первый ярус смотровой площадки, по сути, металлическая стена с круглыми решетчатыми в ней окнами, которые прекрасными декорациями служат для фото. Вот, посмотрите, сюда люди садятся и с ногами, и без, и встают в виде звездочки. И множество других вариантов для фото можно придумать. Снизу мы видели с вами эту часть здания. На саму площадку поднимаемся еще чуть выше, и я подхожу к самой ее середине. Немного покажу вам виды города, а дальше идем вовнутрь здания и смотрим залы для торжеств. Затем тему резко меняем, нас ждет воеждж по Волге. И постоянные зрители могут сейчас догадаться, куда. Да, плывем на остров, и там тоже будет кое-что интересное. Субтитры создавал DimaTorzok Мы находимся в просторном холле. Пирамида это купол цокольного этажа. А кроме всего, холл украшает вот такая вот люстра. Она не была включена, потому что находилась на техобслуживании. Поднимаемся наверх, в этом случае на лифте. И перед нами входной зал. Я была тут в составе эксклюзивной экскурсии. Обычно никаких экскурсий тут, конечно же, не проводится. А помещения служат лишь по прямому их назначению. Обратите внимание на окна и силуэты зелантов. В них это тот орнамент, который мы видели снаружи. Кроме привычных атрибутов, пожалуй, любого зала для регистрации бракосочетаний, необычная тут, собственно, форма этих самых залов. Не стала я перебивать своими комментариями этот прекрасный марш. И вот посмотрите по форме залов. Мы знаем, что здание круглое. И кроме того, стены неровные. Вот это вот внешняя стена, где окна. Поэтому получается интересная форма. Роскошные залы, что уж там говорить, без лишних деталей. В то же время невероятно торжественная атмосфера. Заглянем в комнату для жениха и невесты. И всего торжественных залов. Три мы посмотрели с вами серебряный. А далее у нас зал восточный. С преобладанием зеленых и бирюзовых оттенков. Стены его украшает панно с национальным орнаментом. И я отстаю от группы для того, чтобы получше зафиксировать окружающую обстановку. И настолько мне тут все нравится. Так, по-видимому, я хорошо себя чувствовала, что что-то даже там себе под нос во время съемки мурлыкал. Не обращайте, пожалуйста, на это внимание, дорогие зрители. Между залами есть помещение для гостей. И сейчас мы уже с вами переходим в еще один зал. Он называется золотой. Кстати, золотой или серебряный. Так названы залы по цвету мрамора на стенах. Ну и по другой отделке помещений. В каждом зале видим флаги и гербы Российской Федерации, Республики Татарстан и города Казань. А на них те самые символы, о которых шла речь у нас. Можете остановить этот кадр, когда я направляю камеру на них и посмотреть, как они изображены. Можете остановить этот кадр. Можете остановить этот кадр. Можете остановить этот кадр. Субтитры создавал DimaTorzok Рыбный фестиваль Свиярская уха проходил тут в сентябре Место выбрано, конечно же, не случайно Ведь на месте встречи трех рек тема рыбной ловли и приготовления различных блюд Из рыбы, в том числе ухи, как нигде, пожалуй, популярна Сейчас я подошла к столам конкурсантов Каждый из команд готовит уху по своему уникальному рецепту А жюри затем оценит, что получилось, и выберет победителя Соревновалось около восьми или десяти команд И это были команды из Республики Татарстан, конечно же Но из других регионов России в том числе Суровый мужской стул Такие вот два суровых молоса Ну, может быть, не суровые, но молосы Конкурсантов оставим готовиться, а я прохожу теперь по торговым Рядам, что же тут интересненького На самом деле супер аппетитно все выглядит Вкусняшки, рыбка Правда, вот супчик с внешним видом, на мой взгляд, слегка подкачал Но, наверное, вкусный Я попробовала запеченного судака, но, если честно, так средненько А это уже жюри пробует и оценивает Приготовленное блюдо, а затем ухар сдается всем Желающим по бесплатным талончикам А тут проходит мастер-класс для всех желающих В первую очередь для детей, конечно же Приготовление национального татарского блюда Перемяч, но, правда, с особенностью Начинка тут рыба Ручками надо резинуть тесто Да, дыручку обязательно Тесто приготовил уже можете забирать А вот на этом мастер-классе, дорогие зрители, я вас и оставлю. Посмотрите, возможно, кто-то даже на заметку возьмет такой рецепт, довольно простой, но эффектный. Благодарю вас, что смотрите и остаетесь со мной. Совсем скоро продолжим наши с вами разговоры на любимую тему. На сегодня же прощаюсь, до скорых встреч. Бренд-шеф ресторана Мархаба Галякберов Ренат. Пожалуйста, немного аплодисментов, спасибо большое. На самом деле, замечательный шеф. Он также является шефом кулинарной студии «Вкусно Байтик», создателем онлайн-курса по татарской кухне, кстати. Кабачок. Начинаем с него. Поводорчики. Сыр. Картинка красивая, да, Витя? Ну, можно подойти и посмотреть. Отправляете на 20 минут при 170 градусах в духовочку. Отправляем, значит, к нашим шелточкам оливковое масло. Заправляем специи. Пряности. Специальные рыбные, здесь и белый перец есть, и чесночок. Обычно я не солю, потому что здесь уже сыр соленый, да, но я все-таки немножко посолю, все-таки вообще не солит. И вот у нас шашлычок начинает вот так собираться. Очень удобно. Можно удобно заранее приготовить, приехать на природу со словами «сейчас надо готовить». Оно уже у вас. Вот в таком виде и хранится хорошо, и, в принципе, не торится. Да, Витя, уже рыбка сосварилась. Да, Витя? Да, Витя? Ммм, какая вкусная. И пассированный, то, что здесь у нас, уже. Мы отправим. Лук, морковь. Лук, морковь, черешковый сельдерей. Вот, в принципе, то же самое, но уже термически обработан. А вопрос, можно бульон из чего? Куриный. Ой, в смысле, рыбный бульон из головы, из... Вот как форель разобрали. Единственное, что мы не используем, это только жабы. Все остальное здесь и чешуя, и все там, и кожа, и голова. Это чешуя, да? Знаете, я могу сказать, что были времена, когда дороже черной икры был рыбий клей-карлук. В нем было больше полезных веществ, и он собирался как раз со слизи с чешуей. И если вы свежую рыбу поймаете, свежую рыбу поймаете, не надо ее чистить. Вы ее сварите, потому что как раз свежей рыбе в чешуе больше пользы и вкус бульона лучше. Через некоторое время, если вовремя не убрать эту рыбу, там чешуя твердеет и она становится невкусно. А так лучше готовить прям поймали сразу. Спасибо. Спасибо.